Наша организация общественная и называется она Лига молодых матерей Подмосковья. Организация была создана 20 лет назад в далеком 2002 году. И создалась она по инициативе женщин, которые были искренне заинтересованы в рождении, развитии здоровых детей и самое главное в естественном скармливании. Изначально основной идеей была поддержка грудного скармливания, но росла организация и появляясь новые направления. Появился клуб раннего развития детей «Умка», затем подготовка к школе, хореография, ирландские танцы. Появилось много других направлений, которые позволили детям развиваться и расти вместе с нами. Один из первых проектов, которые мы выиграли и получили поддержку фонда президентского гранта «Ты не одна». Это оказание помощи и поддержки монородительской семье. На сегодняшний день очень много женщин воспитывают ребенка без поддержки второй половины. Ну, так складывается в этой жизни. И им нужна опора, которую мы предлагали обрести в нашем проекте. После проекта «Ты не одна» у нас стали появляться и другие проекты. Мы работаем с разными категориями семей. Это и замещающие семьи, и приемные. Было реализовано четыре проекта по оказанию помощи и поддержки именно такой категории семей. Но особенное звучание приобрели проекты оказания онлайн-помощи женщинам и всем членам семьи вот в непростое время, которое сейчас находится все наше население. Я многодетная мама, у меня шестеро детей, и мы посвящаем с ними Лигу уже на протяжении 20 лет. Ходим на занятия, участвуем во многих мероприятиях. Лига – спутник нашей жизни. Мы работаем по проектам, которые реализуются на средства президентского гранта. И в этих проектах я работаю консультантом по грудному вскармливанию. Что именно я делаю? Я консультирую мам онлайн. То есть это я сижу за компьютером или у телефона. Мама в любом другом городе мира. Мы консультируем всех русскоязычных мам. Не обязательно это город Ступино или Московской области. То есть это любая женщина, которая говорит на русском языке, которая требуется помощь по грудному вскармливанию. Мы занимаемся именно тем, что мы делимся с мамами информацией, которая основана на исследованиях. И все, что было из века в век передавалось от мамы к маме, получило подтверждение во всех исследованиях, которые говорят о том, что грудное вскармливание, конечно, ничем не заменить. Ни одна смесь никогда не приблизится по составу грудного молока. Работая с женщинами, мы поняли, что очень многие из них находятся на стадии выгорания. И так появился проект «Многодетность в радость». Это оказание помощи и поддержки матерям, которые воспитывают ни одного ребенка и которым действительно нужно находиться постоянно в ресурсном состоянии. К сожалению, самим порой это сделать очень сложно. Поэтому в рамках проекта у нас была организована комплексная помощь и поддержка. И женщины смогли стабилизировать свое психоэмоциональное состояние. В нашей семье случилась трагедия. В родах умерла третья девочка. И тогда, конечно, очень нужна была помощь. Во-первых, мне консультант по грудному вскармливанию очень помогла. Потому что, когда рожаешь ребенка и его нет, молоко приходит и с этим надо что-то решать. Это очень серьезная проблема. Мне прям, причем удаленно, очень хорошо помогли с этим справиться. А дальше я обращалась в проект «Семейный ковчег» к психологу для работы с тем, чтобы справиться с этой потерей. Хочу сказать, что Лига матерей – это, в принципе, поистине уникальная организация. Потому что сочетает в себе как и новые методики общения с людьми, занятий с людьми, так и истинную любовь своего большого сердца всех педагогов. Это очень редкое сочетание, которое я проверила на своем сыне. Потому что формирование личности, как мы знаем, это дело не только семьи, но и педагогов, окружения и, конечно же, дополнительных занятий. Мне очень нравится то, что там мы сначала делаем разминку пальцев. Мне нравится, что очень хорошо меня подготовили к школе. Мне даже вначале не пришлось ничего учить, потому что я это уже все узнал в Лиге матерей. Если в былые времена рядом с молодой мамой всегда были опытные женщины, которые помогали ей войти гармонично в роль матери, учили ее правильно кормить грудью, ухаживать за ребенком, то на сегодняшний день эти традиции, увы, во многих случаях потеряны. Чаще всего мы воспитываемся в семье, где один ребенок и не больше. И передать этот опыт не всегда могут медицинские работники. Рядом с матерью, с молодой, должна быть женщина, которая научит ее всему. И вот в нашей организации как раз осуществляется эта помощь и поддержка. Как раз мы и стараемся быть рядом с женщиной и помочь ей правильно ознакомиться с функциями, которые выполняет каждая женщина, научить ее кормить грудью и увидеть в этом счастье и увидеть радость материнстве, а не только ворох проблем и заботы.